Группно-рогатый скот, бесконтрольно гуляющий по улицам, стал настоящей проблемой для нашего города. Бесконтрольно бродячие животные гуляют по городу и хрище, чем саранча, уничтожает все на своем пути. Топчут клумбы с цветами, ломают саженцы молодых деревьев, гадят в общественных местах и оскверняют память наших героев. В последнее время участились случаи, когда эти животные стали уничтожать пальмы, приобретенные на бюджетные средства и средства меценатов, совсем недавно высажены вдоль центральной улицы. Весь кропотливый труд идет на смарку. Мы пообщались на эту тему с начальником отдела туризма, международных связей и СМИ, администрацией Чемчирского района Дмитрием Кобахи. Скажите, пожалуйста, вот столько всего делается для района. Как быть с такой ситуацией? Коровы ходят беспредельно. Вы знаете, на этот вопрос очень трудно ответить. Столько всего делается администрации, столько всего, столько сил и труда вкладывается для того, чтобы наш город сегодня был красивый, чтобы мы могли похвастаться перед туристами своей красотой. У нас такой благоприятный климат субтропический. У нас растут, могут расти экзотические растения разные. Сегодня глава старается, работники администрации, профильные ведомства, МУП Чистый Город особенно, старается максимально озеленить город для того, чтобы создать красоту. Но мы сталкиваемся с такой проблемой. Сегодня для того, чтобы посадить одно растение, образно говоря, надо затратить 10 рублей. Но для того, чтобы защитить это растение, то есть построить забор, оградить сеткой, приходится тратить 100 рублей, то есть 10 раз больше цены этого растения. Вот сегодня просто нету слов, мы негодуем. Значит, как вы знаете, недавно было высажено более 86 пальм. 300 пальм запланировано посадить вдоль центральной улицы Шинкуба. Вот буквально сегодня мы наблюдаем, вот можете видеть за моей спиной, целое стадо коров. Оно сегодня как на пастбище. Они расшатывают эти пальмы, они трутся о них, они, значит, жуют листья, рвут их. Это просто нет слов, это безответственно. Вот как бороться с этим, я вам скажу. Вот неоднократно, даже вот мою бытность, это последние 4 года, неоднократно мы призывали граждан, делали обращения. Значит, хотели призвать их к совести, объясняли то, что коровы очень сильно вредят нашему городу. То, что их, этот выгул этого крупного рогатого скота, значит, оскверняет память наших погибших. У нас памятники Отечественной войны народа Абхазии стоит в центре города, памятник погибшим Великой Отечественной войне на берегу. Значит, наши гости, приезжая, обязательно посещают эти места, им интересно, они смотрят. Подходя к этому памятнику, они видят фекалии, значит, они видят эти вот коровьи какашки, которые лежат на памяти наших, значит, братьев, наших сестер. И, значит, собственно, что они могут подумать? Это наше отношение к нашей памяти такое, да? И не объяснишь каждому то, что вот есть безответственные граждане, которые наплевательски к этому относятся. Просто наплевательски. По-другому это охарактеризовать я никак не могу. В прошлом году была создана комиссия. В комиссии, значит, комиссия состояла из руководителей района, администрации, представителей, представителей органов внутренних дел, прокуратуры, депутатов районного собрания. Значит, комиссия в полном составе обходила, значит, по дворовой обход был осуществлен всех владельцев крупного рогатого скота. Каждому владельцу объясняли, рассказывали, значит, внушали, убеждали в том, что это неправильно, что это уже прошло много времени. Сегодня это делается для наших детей, для нашего населения, для того, чтобы было приятно жить. Давайте как-то этот момент исправим. Никому никто не запрещает, значит, сегодня иметь крупно рогатый скот в Абхазии. Но для этого есть соответствующие территории, есть соответствующие, значит, загоны, выгулы. Но не так, что ты утром проснулся, значит, я извиняюсь, дал пинок под зад, как его корове, и выпустил ее в город, чтобы она самовольно ходила. К чему я это все говорю? Была создана комиссия, возвращаясь назад, всем это ходили и объясняли. Да, кто-то, не все граждане, конечно, кто-то принял меры, кто-то избавился от скотины. Но, как вы видите, вот десятки, десятки, даже может, если по городу проехаться, можно сотню насчитать коров, которые сегодня ходят и уничтожают все, что мы делаем. Они не просто едят то, что-то они едят, что-то они портят, значит, трутся о стволы. Да, сегодня у нас столько парков, столько скверов, вот даже в центре города есть такие клумбы, почему бы там не посадить однолетние растения, цветочки, да, такие вот, проще говоря. Они сегодня бы украшали наш город, и климат позволяет, практически круглый год они могут расти. Но из-за того, что вот это, вот с этой проблемой мы никак не можем ее побороть, мы, получается, вот сталкиваемся, значит, с противодействием собственных граждан, получается. Собственные граждане наши относятся наплевательски. Они, значит, пренебрегают всеми правилами, моральными принципами. В конце концов, это даже незаконно, понимаете. Просто призвать к закону, там, маленькие штрафы и так далее, это на них никак не действует. Они понимают, что это, значит, серьезную материальную нагрузку на них никак не возлагает, и они все равно делают свое. Да, значит, что я еще хочу сказать. Есть граждане, да, которые тоже видят, что происходит. Они тоже недовольны, многие недовольны тем, что сегодня администрация старается, да, сделать столько всего, столько дел из того, что сегодня возможно, изыскивая средства. Более того, хочу сказать, что граждане, видя то, что делает администрация, видят старания главы, видят старания команды, и наши меценаты, руководители крупных бюджетнообразующих предприятий стараются помочь, тоже обращаются с помощью. Вот даже сейчас при закупке пальм, значит, более 60% этих пальм, это более 200 штук, взяли на себя руководители крупных фирм, которые заплатят и за логистику, и за доставку, и оплатят сами пальмы. И они поддержали идею эту, и хотят помочь, да, хотят помочь, сами граждане приходят. Но другие граждане, получается, относятся безответственно. Уже, значит, самосуд хотят устроить, некоторые приходят, говорят, вот вы не можете, мы возьмем и, не знаю, физически устраним этих коров. Глава района всячески отговаривает, он не хочет, чтобы вот эти непопулярные методы, значит, как его в районе, да, в районе, как его, в районе пользовались этими методами, такими, как отстрел, такими, там, не знаю, как животные, они ни при чем. Это хозяева, вот надо разбираться с хозяевами, да. Как вот хочется призвать, уважаемые хозяева крупного рогатого скота, не хватает слов, трудно подобрать слова, которые еще не были вам сказаны. Обращаемся к вам, убедительно обращаемся к вам, значит, принять меры. Обратите внимание на труд, пожалуйста, сколько труда было вложено для того, чтобы, значит, сделать наш город красивее, сделать его привлекательнее, сделать для того, чтобы сюда наши дети ходили и радовались, чтобы радовался глаз. Сейчас, значит, никто, еще раз говорю, не запрещает вам владеть скотиной, но, пожалуйста, будьте ответственны, коль вы ее имеете, выгоняйте соответствующее пастбище, загород. Просто, если ничем не можете помочь, хотя бы просто не мешайте, хотя бы не вредите, хотя бы вот этим своим поступком покажите, что вы тоже любите свой город и, значит, тоже, как его хотите, всего хорошего нашим детям, нашим гражданам и нашей стране. Кроме того, бродячие коровы представляют опасность для пешеходов и автомобилистов. Они могут стать причиной ДТП. Мы призываем хозяев этих животных обеспечить их надлежащим условием содержания, иначе будут приприняты строгие меры. Лана Агумава, Денис Вобоги, Джопо, Ачемчироинформ.